Детский садик поселка Путец отпраздновал юбилей. Дошкольному учреждению исполнилось 45 лет. О том, какое оно было и какое стало, расскажет Анна Ткач. День рождения детского сада не менее важное событие, нежели день школы или института. Именно здесь ребята получают свой первый опыт общения в коллективе. Становится взрослее и смышленней. Как и все дошкольные учреждения города, Путейский детский сад успешно развивается и строит планы на будущее. А началось все в далеком 67-м. Тогда в поселке появилось новое ведомственное учреждение. Вначале, когда открылся детский сад, это было не кирпичное здание, это был барак деревянный, одноэтажный и состоял всего из двух групп. Затем, когда возникла потребность в детском саду, в верхнепечорских участках наше предприятие, решила построить детский сад на 200 мест. Это здание выбрали на высоком месте, в живописном районе. В настоящее время в детском саду 86 воспитанников, причем посещают его жители не только Путейца, но и Лугового и Печоры. Коллектив работников сада небольшой, всего 26 человек, среди них шестеро воспитателей. Мы готовим детей к дальнейшей жизни, чтобы они умели общаться в коллективе, ну и все-таки и развиваем, и подготавливаем в школе. Я учу детей быть добрыми, хорошими людьми, чтобы они жили хорошо в обществе. Если они будут добрыми, хорошими, все у них будет получаться. Одна из старейших работников сада – Надежда Кириченко. По словам музыкального руководителя, в дошкольном возрасте очень важно развивать эстетическое восприятие окружающего мира. Мы здесь танцуем, играем, песни поем. Мы очень любим своих воспитателей. Дети музыку любят. Дети идут с удовольствием на музыкальные занятия. Они здесь эстетически развиваются, развиваются физически, духовно развиваются. Мне кажется, дети, которые любят музыку, поют песни, они никогда не сделают какой-то плохой поступок. В детском саду развивается кружковая деятельность. Педагоги дают своим воспитанникам уроки бисероплетения, работают в технике оригами и особое внимание уделяют спортивному развитию своих подопечных. Красочные.